Сегодня можно рассмотреть вопрос о цветочках. Любите ли вы цветочки? Это на самом деле серьезный вопрос. Есть ли вы жилец многоквартирного дома? Согласитесь, приятно наблюдать из передач про путешествия, когда при многоквартирных домах Германии все цветет, все цветное, красивое, благоухает и так далее. А у нас этого нет. Почему? Потому что, наверное, не все любят цветочки. Значит, можно ли заставить всех собственников многоквартирного дома полюбить цветы? И каждое утро, и каждый вечер, вместо фитнеса, потому что странно, люди платят деньги за то, чтобы потеть. А тут вышел и, значит, покопался на грядках вокруг своего многоквартирного дома, с учетом того, что, допустим, если 500 квартир, 500 человек, целый отряд вышел, целый полк вышел, естественно, за день все будет засажено и будет все расти, благоухать. Значит, можно ли заставить всех собственников квартир выйти и покопаться в грядках, посадить цветочки и так далее? Нет, нельзя. Потому что, так сказать, цветочки, любовь и так далее, дело добровольное. Значит, здесь принцип такой. Если человек, если многоквартирный дом управляется управляющей компанией и собственник квартиры исправно платит этой управляющей компанией, то он больше ничего не должен делать. Он должен лежать возле телевизора, читать книжку, потеть на фитнесе, но его заставить выйти и, значит, покопаться в грядке невозможно. Поэтому те, кто любят цветы, уважаемые пенсионеры, у которых много времени, которые вот не устают на работе, вы не клюйте, пожалуйста, других своих соплеменников, которые в этом самом доме живут. Значит, нравится вам? Сажайте. Не нравится, что другие не сажают? Ну, что делать? Вот в такой мы находимся стране, где не так любят цветы, как в Германии. Терпите. Но если этот квартирант или собственник квартиры не платит, вот тогда отыграйтесь по полной программе. Штрафы, пени, основной долг, на стол позора и так далее, и так далее. Но если платят, оставьте его в покое.